утром и начинаем наш урок то цикле благодарность очень рад что мы так хорошо продвигаемся значит урок туры председатель вообще 101 самое главное 102 даже 102 самое главное вообще мы сегодня почитаем это системность системных настойчивость и энтузиазм у нас есть и то и другое значит благодарность номер 102 рактора есть нас это и другое да так секундочку запись начать запись и настойчивость у нас есть и благодарность и благодарность нас есть и что у нас еще есть 1 1 1 2 3 4 5 и что у нас еще есть и у нас есть еще самое главное то есть мы же не просто благодарим мы всевышнего благодарим и вместе это нам дает что божественную поддержку связь с богом любовь ко всевышнему ведь это же очень интересно что что самое высшее что может быть это любовь к богу а как любовь богу тебя раньше не понимал да у меня был очень сильно развит страх перед богом я как бы считал что страх самое главное самое главное это страх мы учили до этого царя соломона он нам очень четко и однозначно сказал в притчах 7 отрывок решить даты рад ашем по мусора гримбазу он сказал нам что основа познания это страх перед богом и божественную мудрость стептики они презирают то есть у нас была четкая как бы такая система все понятно значит шли к всевышнему через страх я думал так что всевышний ну как бы страшно он же всевышний делает что-то не так наказание а так как ты все время делаешь что-то не так думал я ну я например про себя смотрел тут не доделал там не доделал там поленился здесь поленился еще шло мамеллах он добавил царь соломон в этом пути мишлик саде сейчас понимаю что это путь страха то есть это действительно идти через и рад ашем он говорит счастливый человек который пугает себя постоянно мифахеттамид вы макшельбо и поль бра тот кто тот кто ожесточает свое сердце как фараон кто такой бог типа я самый крутой он в конце концов и поль бра он упадет через зло то есть его где-то его обязательно швырнет через плечо и все и значит еще он говорил царь соломон такую вещь что например а амитропе бэмлахто аху либо машхит тот кто ослабляется в своей работе брат он тому кто портит все полный набор значит ты понимаешь что в другом месте он говорит нет садика который бы не согрешил 7 раз садик упадет и встанет ну то есть вообще полное запудивание плод отец который сына любит он его бьет там ну вообще полная такой знаете жестяк такой не жалей значит розгу бей сына своего чтобы там потом зато он тебя благодарить будет да так он очень конечно я думал весь мой путь был такой что чем больше страданий тем лучше я старался выгребать эти страдания через там обливания с пол ночи и детей также воспитывал никакого баловства никакого там меня так это все все жестко думаю лучше я им создам какой-то головняк жизни да через дисциплину чем они потом будут его получать вовне это мне была такая годы система а благодаря вот этой книжке я понял что есть второй путь какой второй путь через благодарны через любовь это вообще удивительная да то есть будто одна спросит в авто этажа молодых возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим возлюби ближнего как себя да да дальше написано если ты не будешь слушаться мои заповеди и не будешь как там смотри двое им шамо начали говорить и будет если будете слушать мои заповеди дам вам все вообще все вас будет великолепно и в этом мире и мире грядущем но если вы не будете слушаться меня и будете служить другим богам и поклоняться им тогда и тогда будут неприятности то есть получается что у нас получается давайте подведем итог если мы бога любим и выполняем его заповеди то будет все вообще если мы бога не любим и заповеди его не выполняем но мы и никого больше другого не любим то тогда она будет такая жизнь такой болотца если мы будем любить кого-то другого кроме бога и поклоняться кому-то другому людям своему я там еще кому-то тогда будут неприятности поэтому путь любви к богу он намного намного приятнее и лучше и мы его сейчас уже 102 урока мы его тренируем потому что оказалось что любовь приходит через благодарность это у это такой простой путь что когда ты благодаришь всевышнего ты в этот момент в этот момент да у тебя пробуждается любовь и доверие то есть я который замечает вокруг себя вот я стараюсь вести даже видишь книжки в стриме заказываю там научная есть книжка вот gratitude works роберт а эммонс это он доктор наук профессор в мире самый главный профессор по благодарности он прям профессор по благодарности я его книжки все заказал сейчас буду изучать так он говорит благодарность это моральный долг вообще долг и тут я вспоминаю царь салмон говорит что тот то возвращает зло за добро то зло не уйдет из его дома то есть люди неблагодарные которые им сделали добро они за это ответили злом то зло не уйдет из их дома то есть будет обязательно что-то плохое я по старой памяти все равно так знаете иду через чуть-чуть через страх припугнуть себя вас действительно неблагодарные люди останутся в одиночестве неблагодарные люди которые не видят добра никто больше не будет делать добра но теперь перейдем на позитивную сторону до 102 урок все благословения тебе говорит раф шаламаруш он на 101 роте вчера не успел но я это отмечал он говорит такую вещь что написано вперте вот награда за заповедь 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 она за собой тянет другую заповедь и награда за заповедь заповедь он говорит что это не очень непонятно когда награда за заповедь заповедь я делаю заповедь хочу какую-то награду почему награда за заповедь сама собой заповедь и он приводит пример такой что если человек например, ему сказали, ну, день, например, ты можешь прислуживать, помогать Моисею, Моисею. Чеш скажет, что прямо Моисею, лично ему, который с Богом разговаривает, там вообще Моисею, или там царю Давиду, или если тебе дадут возможность приблизиться на день, и даже в статусе выполнять его задания, да, какому-то супер, ну, он приводит Моисея конкретно, да, Машарабену, ты будешь счастлив. А когда ты выполняешь заповеди Бога, Творца, то есть ты через заповедь с Ним соединяешься, то он говорит, конечно, уже само по себе это действие, оно должно вызывать огромную радость, и что я с Богом вообще, я с Ним становлюсь как одним целым через выполнение Его заповедей. Вот так надо относиться к заповедям. И дальше он продолжает эту мысль и говорит, теперь, говорит, все женщины поймут, как важно вести себя скромно. Нужно только помнить, что в этот момент они служат святому благословен Он, исполняя Его волю и Его повеление. Какая заслуга? Уже само по себе это должно наполнять человека радостью. А тем более, что награда за скромность неизмерима даже в этом мире. То есть он говорит такую вещь, что выполняя заповедь Всевышнего, уже само это должно наполнять человека огромной-огромной радостью. Я помню, рассказывал историю, это от имени Хафицкая, что как-то жили рядом, жили один человек бедный, второй богатый. Но бедный тогда это был земляной пол, нету света, нету воды в доме. Ни у кого не было воды? Туалет даже у самых богатых был на улице, лет 200-300 назад. И туалет этот был яма просто такая. Мы сейчас живем, возмущаемся, у нас нету того, нету всего. Раньше во дворцах туалетов не было. В Париже во дворце 500 лет назад просто была такая, как подстенка такая была, значит, штука. И все, и сливали, и на улице прямо оно выливалось. Жуть вообще. Вот, и он говорит, что жили бедные и богатые, Хафицкая рассказывал, там в деревне лет 200 назад. Не 200, это было в 900, где-то 10-м году, когда уже начали евреи из России, Белоруссии, тогда Литвы, они начали уезжать в Америку. То есть были, Америка считалась это государство золото, да, то есть Медина, ну в общем золотая страна ее называли. И ходили слухи, что все, в Америке там прямо можно разбогатеть и вообще можно в Америке счастливо жить. И после, а в это время в России были там погромы, Первая мировая война, вот все уже к революциям приближалось. Такое было, ну такое очень тяжелое время. Черта оседлости. И, значит, многие мечтали, часть моей семьи уехала в 905 году, тоже уехала в Америку из Литвы. И многие мечтали, но боялись, и не было денег туда доехать. Это надо было ехать поездами до Англии, в Англии садиться на пароход, и за Англией пароходом месяц там или два плыть в Америку. То есть это было не близкое путешествие. И стоило огромные деньги. И он рассказывает, что были люди, которые устраивали лотереи. То есть, вы знаете, кстати, это удивительная вещь. Вот я недавно узнал. На лотереи люди тратят больше в Америке, чем на книге, чем на кино, чем на все развлечения вместе взятые. И причем тратят на лотереи люди больше не те, которые зарабатывают много, а те, которым не хватает. И они тратят на лотерею, то есть они надеются, что с помощью лотереи они могут изменить свое положение. Они не знают как, у них нет каких-то таких мыслимых вариантов. Он там работает рабочим, то есть он день и ночь пашет. У него нет, он не понимает, как он станет богатым. Но люди тратят, то есть есть вот эта вот мечта, и лотереи этой мечтой пользуются. То есть самый большой бюджет лотереи, бюджет больше, чем у фильмов. Это меня очень удивила цифра. И эти лотереи были уже с древности. И вот, значит, этот вот бедный еврей, у него большая семья, нет денег, все прям голодают. Он выигрывает билет в лотерею. В лотерею, что на всю семью поездка в Америку, что все уезжают в Америку. Значит, и у него дома пляски, радость такая там, все, значит, все танцуют, все поют. Этот богатый приходит к нему сосед. Ну, а богатый тогда был, у него свечки были, у него корова была. Лошадь была, телега была. То есть он богатый был, но по тем меркам. И он ему говорит, что ты радуешься? У тебя же даже света нет, свечки нет. Он говорит, а у меня вот есть билет в Америку через год. Он говорит, так это же через год, а сейчас что ты радуешься? У тебя билет через год, ты пока год и будешь жить точно так же, без денег, без свечки, без еды, без воды. Чего ты радуешься? Он говорит, ты не понимаешь, я уже знаю, что я еду в Америку. Все, я уже год счастливый, я уже там. Так, Афетскайм рассказывал, что нужно так относиться к заповедям Всевышнего. Тот, кто осознает их ценность и осознает ту радость и то, ну это ценность, да, что ты можешь выполнить заповедь Всевышнего, то он все время будет радостный и счастливый. И он дальше и приводит пример, он говорит, что так можно отличить человека по-настоящему религиозного от не по-настоящему религиозного. По-настоящему религиозный человек, он должен быть рад уже самому факту, что он религиозный, что он может выполнять заповеди Всевышнего. И вот дальше он пишет, значит, что скромность и достойная одежда – начало исправления мира. И уже, если ты уже скромно одеваешься, то ты должен быть, он тут пишет, как к нему на уроте в хайфе подошел какой-то человек, молодой парень, и говорит, «Уважаемый учитель, я был поражен вашими речами, но отчего вы не одеваетесь по моде?» А я ему ответил, «Я-то как раз одеваюсь по моде, это ты одеваешься не по моде. Я одеваюсь подобно про отцу нашему Аврааму, Ицхаку, Яакову, Мушерабейну, Рабинахману. Я следую моде действительно значительных людей». А ты, говорит, как ты одеваешься? Ты одеваешься, может быть, ту одежду, в которой ты одеваешься, придумал какой-то маньяк в соответствии с плодом его больного воображения. И если какой-то знаменитый гордец так одевается, так что ты должен быть на него похожим? Он говорит, конечно, нет. Скромность и достойная одежда – начало исправления мира. То есть одеваться надо скромно, да? Ну, я не могу сказать, что я одеваюсь, я учусь, у меня даже везде надписи, да? То есть я все время одеваюсь, у меня одежда как напоминание, и я спортом хочу заниматься. То есть одежда мне напоминает, что надо спортом заниматься и учиться. А действительно тут разделение, как ты одеваешься – это вопрос, и вот дальше он этот вопрос разбирает. Следующий его глава называется «Если учитель подобен ангелу». Есть мишна в Перте, вот, в пятой главе, девятнадцатая мишна, написано там так, что тот, у кого есть три этих качества, тот из учеников Авраама, праотца нашего. Ну-ка, какие-то качества, давайте посмотрим. Значит, сравниваем, да? А тот, у кого есть три других качества, тот из учеников – злодея Беляама. То есть был злодей Беляам, который был самый испорченный человек вообще, которого только можно представить, жил со своей ослицей, был маньяк-убийца такой вообще. Это был Беляам. Авраама Вину, праотец Авраам, он был самый добрый человек на свете, который распространил знания о Всевышнем во всем мире. И вот, мишна говорит, есть три качества, которые отличают Авраама, и три качества, которые отличают Беляама. И те, у кого есть три качества, которые отличают Авраама, они из учеников Авраама, праотца нашего. А те, у которых есть три качества Беляама, они из учеников Беляама. И ученики Авраама, дальше написано, про отца нашего, они и в этом мире преуспевают и наследуют мир грядущий, как сказано, ну и так далее, приводится отрывок из Мишле, кстати, да, чтобы дать наследство любящим меня, добро и сокровищницы их наполнив, в Мишле написано. А ученики Беляма наследуют дейном, исходят преисподнюю, то есть им и здесь в этом мире плохо, и исходят они в дейном. Что же это за три качества? И он говорит, что эти три качества, они настолько распространены и Авраама, и Беляма, что он говорит дальше, что два человека могут обучаться в одной ешиве и молиться в одной синагоге, но один из них ученик Авраама, а другой Беляма. Все зависит от качества. Теперь, значит, что же это за качества? Наверное, вам интересно, да, давайте сделаем тест, будем смотреть сейчас, что это за качества, насколько они присутствуют в каждом аннате. Давайте записываем, значит, качества, которые отличали Авраама и учеников Авраама. Значит, первое качество – добрый глаз. Добрый глаз. Добрый глаз. Это качество Авраама. Значит, что такое добрый глаз? Давайте разберемся. Оптимизм, видеть полуполный стакан и благодарность. Ну, оно одно за другим следует. То есть, если я вижу в окружающем мире добрым глазом, вижу добро, думаю, спасибо вообще, такое вот. Есть известная история. Приходит один такой человек после урока благодарности, все, он приходит домой и говорит жене, «Ты знаешь, говорит, вот все-таки такой мир прекрасный. Спасибо тебе, дорогая, за то, что ты меня встречаешь. Спасибо за то, что еду приготовила. Спасибо за то, что ты ездил. Спасибо за то, что ты причесалась. Спасибо за то, что ты вообще мне улыбнулась. Она говорит, спасибо за то, что ты меня исправляешь своей критикой. Спасибо вообще, он говорит, я просто так счастлив. А ты знаешь, о ней говорит, вот говорят, что новые русские, ну, они какие-то некультурные. Он говорит, нет, вообще, я просто удивлен, поразительно, настолько культурные. Она говорит, ну, это уже ты вообще, ну, с твоим позитивизмом ты достал. Где ты видел культурных новых русских? Он говорит, я, ты не поверишь, говорит, ко мне обратился только что один на вы и по фамилии. Она говорит, в смысле? А он говорит, да, я дорогу переходил в неположенном месте, прям передо мной затормозил мерседес такой, да, из окна он высовывается. И говорит, для вас, козлов, переходы сделаны, пешеходные и подземные. Он говорит, видишь, на вы и по фамилии. Откуда он знал, что моя фамилия Козлов? Вот это называется добрый взгляд, позитивный добрый взгляд. Понятно, да? То есть он даже в этой ситуации, он интерпретировал все в позитивную сторону, да, для вас, козлов, говорит, пешеходные переходы сделаны. Значит, первое, это добрый глаз. Это признак учеников Авраама. У Авраама был добрый глаз. Ему Бог сказал, иди, я тебя сделаю богатым, известным, размножу. Он приходит в землю Израиля, там голод, вообще голод, он голодает, ни еды, ни воды, ничего. Он говорит жене Саре, Сара говорит, видишь, Всевышний, значит, нам что-то лучше приготовил. Идут в Едипет, там ее забирает фараон. Он говорит, значит, Всевышний нам еще что-то лучше приготовил. И в итоге Всевышний говорит, ну, такой добрый взгляд у тебя, такой позитивизм. И фараон, значит, ее отдает Сару, отдает, там, огромное-огромное богатство. И говорит Аврааму с охраны все, пожалуйста, уходите из Едипта, потому что Бог тебя защищает во всем. Хорошо, второе качество. Значит, добрый глаз у нас есть. Это я добрым глазом смотрю на себя и на всех. Значит, добрый глаз у нас уже есть. Второе качество. Давайте дальше. Так, второе качество. Добрый глаз. Смиренный дух. Смиренный дух и скромная душа. Тот из учеников Авраама Вину. Значит, что такое смиренный дух и скромная душа? Смиренный дух – это высокомерие. Добрая душа – это, используется душа, слово нефеш, да, животная душа, скромная. Что это значит? Вот смотрите. Значит, есть у человека, у человека есть, что такое высокомерие, да, кто такой высокомерный человек? Вот, например, приходит высокомерный человек в банк, да, и очередь в банке. Значит, скромный человек, он приходит, невысокомерный, он приходит и говорит, ну, банк, ну, очередь, да, ну, посижу, почитаю книжку, вот, книжка у меня есть, посижу, почитаю. Это невысокомерный. Высокомерный говорит, я должен тут ждать еще, я должен ждать в этом банке, что за дела тут такие? И он начинает раздражаться, почему? Потому что он, у него есть некая мера, которую он намерил, что ему не должно тут ничего быть, как он не хочет, все должно быть, как он хочет. Это называется высокомерный. Что такое скромная душа, имеется в виду животная душа, как бы, вот человек, например, изнеженный, он говорит, ну, что здесь все вообще, сидеть неудобно, стоять неудобно, все здесь мне неудобно, да, почему? Потому что он изнеженный. Тот, у кого скромная душа, он говорит, вау, вообще, стул есть, шикарно, вообще, просто идеально, а стула нет, так я на земле посижу, потому что я же, ну, сплю на гвоздях, значит, периодически себе устраиваю там посты, несколько дневные, все, то есть я человек неприхотливый, вот так вот, неприхотливый. Поэтому мне, если стул есть, я уже счастлив, если есть удобный стул, это просто для меня праздник на весь день. А если нету стульев, так мне тоже неплохо, это называется скромная душа, смиренный дух, то есть таким людям их ничего не выбивает, он сам себя не переоценивает, поэтому никто не может его унизить, потому что унизить можно только того, который думает, что он выше, чем то, что кто-то говорит, и он думает, что, то есть, что имеется в виду, у Авраама не было то, что мы сегодня называем эго, и Авраам был неприхотливый. Все, у него добрый глаз, неприхотливость и смиренность, ему всегда хорошо, ему хорошо здесь, и он ни с тем не будет вступать в конфликты. Теперь Белям, какой был Белям, наоборот, злой глаз, высокомерный дух и алчная душа, такой из учеников злодея Беляма. Ему будет всегда дейном, он из-за этих трех качеств, злой глаз, он будет на всех смотреть негативно, все ему не нравится, все ему не так, все ему не хватает. Значит, высокомерная душа, я выше всех, ты кто такой, и всех он будет оскорблять, чтобы унижать, чтобы возвыситься. Я еще благодарить кого-то должен, дай ему за счастье, чтобы он мне помог. И третье, это, значит, вот эта вот широкая алчная душа, это принцесса на горошине, все ему, он изнеженный такой, все ему не так, все ему должно быть вот именно, вот, и тогда ему, естественно, все в жизни не хватает, все ему плохо. Вот три качества учеников Беляма и три качества учеников Авраама. Теперь он говорит следующую вещь, что можно быть одетым, как религиозный человек, можно учиться, молиться, но при этом быть из учеников Беляма. И дальше он приводит еще одну мишну про учеников Авраама, первая глава, 12-я мишна, что, значит, Авумиталмидавшаляарон, будьте как ученики Авраама, брата Машей Рабейну. Уэв шалом, рудэв шалом, уэв этабриот, у микрован литура. Люби мир, люби шалом, люби, значит, родэв шалом, старайся, чтобы везде устанавливать шалом. Уэв это бриот, люби людей, бриот это создание даже, неважно какие они, просто по умолчанию, потому что они создание Всевышнего. Вэми карвань литура, приближай их к Торе, это ученики как Аарона. Вот, и таким образом он говорит, ты приходишь к тому, что является второй важной миссией человека в этом мире. Первая миссия была в том уроке, мы изучали, он считает, что каждый должен смотреть на мир, что мир сотворен для меня, и я должен его исправлять. Но так как исправлять человек смиренный, он понимает, что он ничего не может, так он должен хотя бы молиться за то, чтобы мир исправился, что мы с вами и делаем. Мы с вами молимся, чтобы мир исправился, чтобы наступил мир, чтобы злодеи все стали добрыми, чтобы те, кто не хотят стать добрыми, чтобы исчезли. И мы молимся, чтобы наступил быстрее мир. Теперь вторая вещь, он говорит, чем надо тогда заниматься. Исправляй себя, исправляй свои качества. В этом миссия. Исправляй свои качества, чтобы стать как ученики Авраама, ученики Аарона, и ни в коем случае нельзя быть как ученики Берама. Вот это то, что он говорит. И дальше он говорит важную вещь. Где ты проверишь, насколько ты исправлен? Каждый должен посмотреть на себя. Кто я такой? Чей я ученик? Это особенно важно проверять дома, в семье. Только по отношениям с женой можно вполне понять, добрый у тебя глаз или злой. Уступчив ты или обидчив. Лишь перед домочадцами видно, наделен ли ты высокомерным или смиренным духом. Хватает ли у тебя терпения на всех? Например, раздражаешься ли ты, если жена опаздывает? Именно потому, как ты ешь и пьешь дома, когда никто тебя не видит. Можно судить о том, алчная ли у тебя душа, требующая излишеств и роскоши, или скромная, довольствующая тем, что есть. Вот так вот он нам сегодня показал вторую цель. То есть я так понял, что одиннадцатая и двенадцатая глава идет глобально о смысле... То есть мы рассмотрели вначале влияние благодарности. Все десять было глав предыдущих на жизнь человека. А сейчас мы перешли глобально, а зачем все это? И мы перешли, вот уже две цели он нам показал. Первое, исправлять мир, зная, что мир создан для тебя, и ты должен за ним следить. Но так как смирение говорит, что особо ты ничего изменить не можешь, то нужно менять через молитву. Молитва, она очень сильно влияет и на то, что с нами происходит, и на то, что происходит с миром. А вторая часть была сегодня, это исправление качеств. Добрый глаз, это первое качество. Смиренный дух, невысокомерный. То есть смирение... Вот я последнее время начал это практиковать, тренировать. Такую простую мысль. Даже записал ролик об этом. И 2 миллиона 600 тысяч просмотров на моем канале в инстаграме был ролик, который говорил о том, что надо перестать контролировать. То есть человек пытается контролировать всех и все. Он пытается, в этом и есть проявление высокомерия, считать, что ты управляешь всем, что ты должен все проконтролировать, везде влезть, всем сказать, что делать, всем дать советы и так далее. То есть это такой подход, он свидетельствует... Ну, во-первых, он ошибочный. Ты не можешь ничего контролировать, даже себя не можешь контролировать. Во-вторых, он забирает у человека все силы и создает очень конфликтное внутри его состояние. Как только ты отпускаешь контроль, говоришь, люди вокруг взрослые, каждый сам знает, чем делать. Всевышний, он творец мироздания, он все разрулит. Я буду заниматься собой. И вот как только ты это понимаешь, в этот момент у тебя, ты перестаешь толкать поезд, который и так едет. Знаете, есть такая метафора, что человек один едет в поезде, он очень спешит. И он подбегает к стене поезда и начинает ее толкать. Второй спрашивает, ты что делаешь? Он говорит, ну я спешу, хочу, чтобы поезд быстрее приехал. Он толкает внутри поезда, толкает едущий поезд. Так человек, который пытается думать, что он контролирует прямо окружающий мир, он пытается толкать едущий поезд. Хорошо, друзья, все. И у нас теперь есть книга, которая называется, называется она «Хэппинес». И здесь нам Рав Зелек Плистин, американский раввин, он нам дает такой совет, который тоже где-то работает. Он говорит, смотри, но в любом же случае он говорит, у тебя же есть цели, для счастья человеку нужны цели. Человек не может быть по, опять же, мы рассматриваем сейчас подход Торы. По подходу буддистов, например, человек, если он откажется от всех желаний, то есть уходит в смирение, прям в глубину, нет у меня никаких желаний вообще, то у него ничего не может быть, чтобы у него нет никаких разочарований, нет никаких страданий. Они говорят, цель жизни не в каком-то преобразовании, развитии и так далее. Цель жизни в избавлении от страданий. Если у тебя нет желаний, у тебя нет и страданий, это подход буддизма. В иудаизме не так. Цель жизни это исправление мира, исправление себя, как по системе Всевышнего, по заповедям Бога, Творца Мироздания. Если я выполняю его заповеди, то я сохраняюсь и ухожу в вечность. Значит, выиграл в игре. Теперь, поэтому иудаизм, он предусматривает цели. Цели надо жениться, надо родить детей, надо воспитать детей, надо быть здоровым, надо зарабатывать, надо давать знаку, надо выполнять заповеди, праздновать шаббат, общаться с людьми. Ну, то есть, жизнь полна целей по иудаизму. Он говорит, как эти цели достигать. Он говорит, смотрите, есть два качества, которые позволяют намного усилить свое количество достигнутых целей в жизни. Что это за два качества? Энтузиазм и персистенс. Персистенс – это настойчивость, постоянство. Если ты будешь, он говорит, действовать с энтузиазмом и настойчивостью, повторяя эти два слова постоянно, повторяя их снова и снова, и ты будешь действовать, включать вот этот энтузиазм и настойчивость, то количество, значит, достигнутых целей, оно невероятно вырастет. То есть, большинство целей, которые люди не достигают, потому что они быстро сдаются. Дальше он пишет, дальше он пишет, ну, будь постоянным, keep going, такой американский. Persist, keep going, будь, давай, типа. И независимо от твоей скорости, когда ты настойчиво двигаешься в каком-то направлении, ты его достигнешь. И let it be said about you. Пусть люди о тебе говорят, пусть это будет сказано о тебе. Вот человек, который с энтузиазмом и настойчивостью, значит, двигался к своим целям, и его цели turned into accomplishments. Его цели, они, значит, превратились в его достижения. Опять же, здесь, как бы, эта методология, да, вот давайте ее теперь сложим. С одной стороны, у тебя должен быть айн тува, хороший, добрый глаз. Добрый глаз. С другой стороны, должен быть руахный муха. Должен быть у тебя такой смиренный дух. И должно быть у тебя, ну, смиренное, как нефеш, да, чтобы ты был неприхотливый. С другой стороны, у тебя же есть цели. Ты должен жениться, обязанное жениться. Ты должен зарабатывать, содержать свою семью, там, себя. Ты должен быть здоровым и так далее. То есть, у тебя есть обязанности перед Всевышним. Это не твои хочу-не хочу. Это то, ради чего Бог создавал человека. И вот в этих сферах, в которых соответствуют воли Всевышнего, ты говоришь, я буду выполнять твою волю, как свою. Ты ставишь себе эти цели. Ты начинаешь к ним идти с энтузиазмом, настойчивостью. Так же с энтузиазмом ты благодаришь Всевышнего. Так же с энтузиазмом ты молишься, ты учишься, ты действуешь. И все это с благодарностью. И ты смотришь не на то, что тебе не хватает, а на то, что ты уже сделал. И каждый день ты благодаришь Всевышнего за то, что ты сделал эти действия. Все. Всем удачи и успехов, чтобы Всевышний благословил нас и дал нам очень хорошие условия для работы, для жизни, для выполнения его заповеди. И с Божьей помощью, чтобы мы умели это ценить. Благодарность это наш долг перед Всевышним, перед собой. И это, я вам говорю, это ключ ко всему. Это ключ ко всему благодарность. Все. Всем спасибо большое, что вы приходите. Спасибо, что у нас сегодня, видите, не прервался интернет. Спасибо Всевышнему. Мне уже четвертый раз сейчас придут переустанавливать интернет. Это смешно. Опять же, видите, можно сказать, мне четвертый раз, что за беспредел. А мне смешно и радостно, что так оно хорошо работает. И все, меня вообще это просто радует, что четвертый раз уже придут устанавливать интернет. У них там путаница. Одни говорят, что мы установили проводку большую, а вторые, которые должны оттуда везти в квартиру, приходят и говорят, что не установили. И вот они, БЭЗЭК, это самая большая организация в Израиле по телефонам, они не могут два отдела договориться. Одни говорят, мы установили, а вторые приходят и говорят, не установили. А эти установили, но они установили отсюда 200 метров. А эти приходят и говорят, нет, нам надо вот возле дома, чтобы установили. А эти говорят, мы установили. И каждый раз. И мне звонят, говорят, они установили. Я говорю, приходил же мастер, сказал, не там установили. Они говорят, все, сейчас мы точно знаем, что установили. Я думаю, ну если точно знаете, присылайте. Приходит опять мастер проводить в дом, говорит, не там установили. Смешно. Добрый глаз, это значит, я по-доброму к этому отношусь. Все, удачи, успехов всем и до завтра с Божьей помощью. Счастливо.